Чертанова, Денис Ошевнев отвечает на вопросы после игры. Денис, ну во-первых, опишите ситуацию с забитым мячом. Классная комбинация получилась и вы в ней приняли участие. Ну, мне кажется, комбинация получилась как-то спонтанно. Даня Ефимов молодец, за счет индивидуальных действий забил уже во втором туре подряд. Молодец. Насколько довольны сегодня результатом с той точки зрения, что получилось отыграться, пропустили первый мяч? Ну, конечно, хочется выигрывать в каждом матче, забирать три очка. Но в связи с такими погодными условиями, в целом, показывать качественный футбол, мне кажется, сложно. И, слава богу, что хотя бы одно очко забрали, отыгрались. В целом, по матчу ваша команда меньше соперника владела мячом. Это был план на игру или все-таки соперник диктовал свои условия? Мы всегда хотим играть от своей игры. В первом тайме соглашусь, у нас контроль редко получался, во втором как-то более-менее наладили. Ну и в целом, старт сезона для вашей команды как оцените? Есть на чем работать. Большое спасибо, игрок команды Чертанова Денис Ошевни. Игрок в HM Дмитрий Бородин отвечает на наши вопросы после игры. Дмитрий, поздравляем с забитым мячом. Часто на тренировках такие удары отрабатываете? Да, конечно, каждую тренировку бьем поворотом. И из-за этого, из-за тренировок, получился такой забить гол. Почему все же не получилось удержать победный счет сегодня? Вроде бы складывалась игра для команды, много моментов, но все же пропустили. Ну, знаете, мы каждую игру допускаем какие-то нелепые ошибки. Из-за этого пропускаем легкие мячи. И в этот раз получилось так же. С одной стороны, первое очко сегодня в сезоне добыли, а с другой стороны, упустили победу. Все же можно быть довольным гостевой ничей или нет? Ну, конечно, как складывалась игра, мы ведем 1-0. Мы должны были брать три очка. Да и до матча Чертанова это такая команда, с которой нужно набирать очки. И как можно больше. Большое спасибо, Дмитрий Бородин, игрок команды FHM. Наставник Чертанова Александр Валерьевич Шмаров отвечает на наши вопросы после матча с FHM. Александр Валерьевич, ну, насколько довольны действиями ваших футболистов сегодня? Насколько доволен? Еще раз хочется просмотреть игру, проанализировать и потом уже дать какую-то оценку. Начали довольно-таки неплохо контролировали ход игры. Но вот где-то с середины первого тайма нелепые ошибки, индивидуальные ошибки в простых ситуациях. Брак в передачах. И отдали полностью инициативу соперника. И, в принципе, вот эти наши индивидуальные ошибки, они приводили к голевым моментам вблизи наших ворот. Поэтому такое какое-то скомканное ощущение внутри сейчас в данный момент. Во втором тайме, да, мы где-то меньше владели и контролировали мяч. Но, тем не менее, старались убегать в быстрой атаке. И тяжело, честно скажу, тяжело. Мне тяжело стоять на боковой в столь жаркую погоду. Что уже говорить о ребятах. Поэтому я могу их только поблагодарить за то, что они проявили характер, не остановились и смогли забить гол. Поэтому пацанам уважение. И будем двигаться дальше и работать над своими ошибками. Но все же показалось, что в нападении сегодня у команды не все получилось. И статистика ударов об этом говорит. Практически двукратное преимущество ФШМ. Вот так ли это на самом деле? Ну, статистику я не видел. Поэтому, если такая статистика, ну, пусть будет так. Я в цифры редко смотрю. Я больше в действиях смотрю футболистов. Ну, и как оцените старт сезона для вашей команды? Какие планы, какие цели? Ну, цели прогрессировать от игры к игре. И как можно больше ребят подготовить в команду мастеров. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Но, поверьте, если я как можно больше футболистов подготовлю в первую команду, я буду не менее счастлив, нежели я выиграю UFL. К примеру, как вариант. Большое спасибо, наставник Чертанова Александр Валерьевич Шмаров. Главный тренер ФШМ Михаил Николаевич Славьев отвечает на наши вопросы после матча с Чертановым. Михаил Николаевич, ну, насколько можно быть довольным сегодняшним результатом, сегодняшней игрой? Потому что вели в счете, но победу все же упустили. Ну, игрой довольна. Три игры мы провели неплохо. Результата, конечно, не было. Сегодня я рад за то, что набрали очко. Но, в принципе, игрой довольна. То, что требуется, ребята выполняют. Даже несмотря на такую гору, то, что уже все отметили. Но стараемся, стараемся, играем в свою игру, продвигаем свои мысли. Я думаю, что мы заработали эти очки, которые сегодня взяли. Могли взять больше. После того, как забили, казалось бы, команда контролирует ход матча. Но какая-то комбинация команды Чертанова, как сказал Денис Ошевнич, спонтанная. С чем связан пропущенный мяч все же? Казалось бы, контролируете ход встречи. Ну, мы не то, что контролируем. Контролируем, как правило, соперник. Как правило, мы заставляем соперника ошибаться. И пытаемся потом уходить в быструю атаку и проводить какие-то свои мысли. Да, потом где-то перехватили. Но перехватили за счет того, что действительно стало тяжело совсем двигаться. Ребятам это было видно. И допускаются ошибки. Ну, скорее всего, просто жарко. Действительно жарко. Ну, и заключительный вопрос. Насколько довольны действиями тех игроков, которых выпустили на поле по ходу второго тайма? Да нет, я доволен всеми своими игроками. И все, кто выходит на замену, все равно все стараются. Сейчас проникаемся мыслями о том, что мы просим их делать. Потому что всего лишь там четвертая неделя идет, как я с ними работал. Поэтому мы выстраиваемся. Большое спасибо главным тренером ФШМ Михаил Николаевич Соловьеву.